Пожалуй, начнем с того, что попробуем разобраться, чем может быть интересен Крым осенью. Мы все привыкли к тому, что в первую очередь это пляжный отдых, да, и с этим трудно не согласиться, поскольку основной поток отдыхающих Крым действительно принимает именно в летний период. Но осенью и зимой, поверьте, здесь не хуже, а для немалого количества людей даже лучше, чем в разгар купального сезона. Мне кажется, что прежде всего в межсезонье Крым привлекает своей какой-то новизной. Вот в этом осеннем убранстве многие места, они выглядят как-то гораздо красивее, что ли. А вообще знакомые места становятся неузнаваемы в этих ярких красках. Погода еще довольно теплая, зато уже нет толп туристов и практически на все падают цены. Ну, лично для меня ноябрь, да, последний месяц, осень, он самое красивое время на полуострове. Там, знаете, такое ослепляющее густу красок, что реально жалеешь, что там не родился каким-то художником, не умеешь рисовать. Но, к слову сказать, это больше, конечно, относится к южному берегу, а на западном там больше нравится время, когда степь цветет. Это тоже просто непередаваемое ощущение. Ну, и слава богу, что людей, разделяющих такую точку зрения, их немало. Тем, кто интересуется там только пляжным отдыхом, описывать преимущества Крыма в межсезонье, вообще практически безидейно. Ну, так же, как и любого другого региона России, но этого им и не требуется. Итак, первое, поэтому там первое, зачем ехать в Крым осенью, это греться на солнце и гулять. Октябрь, он больше так напоминает, лето в средней полосе России, ноябрь, наверное, как ранняя осень, температура где-то 17-19 градусов, море еще теплое. Понимаю, что вопрос такой спорный, поскольку для многих там температура воды ниже 24-22 градусов, это там вообще уже очень холодно. В этот период она как раз, знаете, находится где-то в районе от 18 до 20 градусов. Но, тем не менее, на пляжах можно увидеть там купающихся аж до конца ноября. Поэтому, как я сказал, греться на солнце и гулять. Иногда случаются в этот период дожди, но они обычно такие, знаете, моросящие, непродолжительные, так что совершенно не мешают долгим прогулкам. Второе, наверное, и одно из основных, это поправить здоровье. Большое количество крымских санаториев, спа-отелей работают круглый год. Еще до революции там местные целебным воздухом начали лечить туберкулез. И по сей день самая популярная бесплатная процедура – это гулять, проветривать легкие. Цены в этот период в санаториях с начала октября падают примерно 20-30%. Это базовые цены, да, цены стойки. Следующий, наверное, пункт, правильно сказать, это погулять по достопримечательностям. Поскольку в межсезонье туристов в Крыму уже мало, погода как раз располагает там долгим прогулкам, посмотреть на что здесь действительно есть. Дольше тепло сохраняется на территории Южного берега, а как раз здесь сосредоточены самые знаменитые архитектурные и природные памятники. Еще одна из причин, почему поехать, ну, поскольку основной купальный сезон, как я говорил, он там к ноябрю уже заканчивается, но вот до самого начала зимы сюда еще можно приезжать для того, чтобы кататься на серфе или на кайте. Хорошие ветра, вот в окрестностях, допустим, поселка Черноморская, там Мирный, на кассе там Дон Узлав, потрясающие места, там постоянно их можно увидеть, и действительно это вот классный период для занятий вот этими активными видами спорта. Также интересен дайвинг в Крыму, потому что в прибрежных водах можно увидеть очень много интересного. Ну и огромное количество трекинг-маршрутов разного уровня сложности, допустим, туристы без спортивной подготовки могут там просто гулять по равнинам местности, близ моря, любоваться природой, там дышать полезным воздухом, как говорил, а опытные спортсмены могут заниматься там как скалолазанием, идти в горные пешие велосипедные походы, ну, с ночевкой, наверное, в этот период уже не то, чтобы не стало рекомендовать, ну, наверное, все-таки прохладно, потому что перепады температур днем и ночью, они, ну, достаточно существенные, особенно в горах, ну, в однодневные маршруты это прям вот пользуется популярностью, классная штука. А еще, знаете, такой пункт, я вот часто задаю вопрос там ребятам из Крыма, ну, коллегам из Крыма, кто там постоянно находится, постоянно живет, ответит на вопрос, да, вот зачем, по их мнению, нужно ехать в Крым. Как ни странно, большинство обязательно почему-то говорит о том, что, ну, как один из пунктов, что надо точно сюда ехать, чтобы попробовать крымских устриц. Ну, я вот сразу скажу, я хоть и являюсь там допросным любителем морепродуктов, но вот устрицы это вот точно не мое, это, как говорится, на любителя. Хотя говорят, что вот именно черноморские устрицы очень сильно отличаются по вкусу от тихоокеанских и средиземноморских, поскольку там вода в Черном море, она менее соленая, местные устрицы там приобретают какой-то нежный и сладковатый вкус, и благодаря которому вот они получили свою известность. Хоть их и выращивают круглый год, но вот именно к осени они, короче говоря, становятся вкуснее всего, поэтому практически, ну, во многих ресторанах проходят устрицные недели, где можно этот деликатес попробовать, и вот именно за этим, как, ну, не то чтобы, наверное, отдельная причина, одна из причин, почему надо обязательно, ну, ехать в Крым в межсезонье. Конечно же, конечно же, еще один пункт, который сюда не могу добавить, это вино. Поскольку крымские почты там в сочетании с климатом позволяют выращивать самые разные сорта винограда, местные виноделы этим хорошо пользуются. Винозаводы и винодельник, которых сейчас очень много, они работают круглый год, продукция их конкурирует там с известными марками, то есть многие о них знают, там, Массандра, Новый Свет, Золотая Балка, Инкерман, их можно посещать с экскурсией, при каждом есть рестораны, либо там дегустационный зал, где можно познакомиться с продукцией, попробовать и так далее. И плюс ко всему, именно осенью в Крыму проходит, фестиваль молодого вина. Он в разных местах проходит по-разному, да, там, ну, можно просто найти это в программах. Кстати говоря, там, отели, про которые я сегодня буду говорить, я там не буду отдельно останавливаться на какой-то программе там каждого отеля, но поверьте, у них, у всех она разнообразная, обширная, расписана практически на каждый день, и в том числе, там, допустим, у Ялты турист, скоро, в конце октября будет как раз вот праздник молодого вина, будет там достаточно интересно. То есть, ну, это надо будет посмотреть, за этим следить. И во время вот периода вот этого молодого вина, который в разных регионах проходит, ну, проводятся всякие разные веселые мероприятия, лекции, дегустации, ярмарки. Короче, это очень интересно, и, самое главное, это очень вкусно. Это обязательно надо попробовать. Ну, и, наверное, одна из самых главных причин, почему стоит поехать в Крым в межсезонье, это побыть наедине, наедине с природой. В Крыму огромное количество разных охраняемых территорий, природа здесь создала просто уникальные места, и где вот до сих пор в естественных условиях живут там род птицы, звери, которые там в Красную книгу занесены. И вот осень, по-моему, лучшее время, чтобы полюбоваться вот этой нетроднутой природой в каком-нибудь заповеднике, там, который посетить. Наверное, вот это те главные причины, которые можно озвучить, по которым действительно стоит приехать в Крым в межсезонье. Я сегодня не планировал там как-то очень подробно останавливаться на объектах размещения, там, на санаториях, на отелях, просто назвать их, да, но все-таки там не сказать о некоторых я точно не могу, например, о пяти санаториях. Один из самых популярных куротов у нас для лечения вообще в любое время года это Сакское соленое озеро, которое известно там с древнейших времен со своими грязями, рапой. И сюда приезжают лечить различные заболевания, там, артрит, цариат, сахарный диабет, всякие гормональные нарушения, ну и включая женское и мужское бесплодие, которое, как ребята из санатория в САКах говорят, у них стало одним из главных, наверное, направлений, помимо, ну, наряду с опорно-двигательным аппаратом все чаще и чаще люди обращаются именно с этими заболеваниями. Вот. И из пяти санаториев, которые сегодня мы рекомендуем рассматривать, чтобы вы обязательно обратили на них внимание, два находятся именно здесь. Это санаторий САКи и санаторий Полтава-Крым. Санаторий САКи в Крыму, он берет свое начало там еще с конца 19 века, является одной из первых грязелечебниц в России. Находится на берегу САКского озера в пяти километрах от моря. Вот это удаление от моря, конечно, немножко снижает его продажи в летний период, да, но делает совершенно классным в период межсезонья, когда море уже не является основной причиной там приезда, а является антуражем. Это вот прям супер. Территория санатория – это большой парк по 17 гектаров, здесь, соответственно, медицинский центр для лечебниц, там подогреваемый бассейн. Но главное – это лечебные факторы санатория – иловые грязи САКского озера и минеральная вода. В санатории достраиваются новые номера, они вот вводятся в эксплуатацию, он проходит практически полную реновацию. У них очень классная лечебная база, потому что ставится новое оборудование, то есть расширяется, они действительно становятся прям классным современным санаторием. Здесь стало значительно комфортнее размещаться сейчас, и все это им позволяет, короче, создавать свои собственные программы по санаторно-курортному лечению. Обязательно обратите внимание на этот санаторий. Санаторий Полтава-Крым – тоже такой уникальный круглогодичный грязевой курорт, но в отличие от санатории САКЕ, он находится на самой границе, короче, между морем и САКским озером. У него хорошая своя парковая территория, она, конечно, поменьше, чем санаторий САКЕ, но тем не менее, главное – это комплекс собственных методик к санаторно-курортному лечению, основу которого, естественно, составляют грязи лечения и больного лечения местными грязями. Обратите еще обязательно внимание, вот с ноября месяца санаторий ставит на реконструкцию все номера категории стандарт в третьих-четвертых корпусах, их запуск планируется в эксплуатацию с 1 июня, и таким образом это будут номера одной категории наравне с первым-вторым корпусом, но различие будет небольшое в цене и, соответственно, в качестве свежести ремонта. Видите, санатории развиваются, это не может не радовать. Ну, наверное, еще стоит обратить внимание на то, что это все-таки западный берег, да, здесь отсутствует какая-то густая растительность и нет гор, как на южном берегу, и это дает воздушным массам там полную свободу, поэтому здесь очень частыми спутниками являются ветра. Если летом они, в общем-то, никак не мешают, а на бонору там приносят какую-то прохладу во время зной, да, то вот осенью, там, весной, ну и весной тоже они создают, ну, не слишком приятное. Там ветер заставляет поволноваться море, и такое, достаточно пронизывающее, просто на это стоит обратить внимание, чтобы мы имели это в виду. Остальные санатории, которые сегодня, скажу, они находятся уже на южном берегу, в Ялте и Алуште. Санаторий Айпетри, один из самых популярных, расположен в небольшом курортном поселке Месхор, в нескольких километрах от центра Ялты. Здесь работают два корпуса, они прямо в 50 метрах от моря, шикарные виды открываются со смотровых площадок и вообще с любой территории санатория. Все корпуса лифтом не оснащены, и, ну, как во всех объектах, которые сегодня буду говорить, это высококвалифицированный персонал, высококвалифицированные врачи, разработаны свои уникальные программы по обследованию, по лечению. Лечебный корпус там имеет свою медбазу, диагностическую базу, тренажерный зал, и бассейн, и спа-салон. В этом году санаторий закроется чуть раньше, нежели обычно, он будет закрыт уже с декабря, то есть продажи на декабрь мы закрыли, он дорабатывает сейчас октябрь-ноябрь, открываться будет тоже значительно позже, в марте, и вот за зимний месяц в нем будет проведена реновация номерного фонда. Так что в марте мы будем ждать уже более комфортное размещение в этом санатории, а учитывая, что в данный момент вот выставление цены идет на следующий год, и она ниже уровня прошедшего года. Уверен, популярность этого санатория будет еще гораздо выше, поскольку пересмотрена несколько ценовая политика у санатория. Еще один популярнейший санаторий, который находится в Ялте, в самом центре Ялты, это санаторий имени Кирова. Несмотря на то, что он в центре, он все-таки находится вдали от шума и суеты, но вот так вот устроена Ялта. В великолепнейшем месте это парк бывшего усадьбы князей Борятинских, лечебная база в санатории представляет сочетание хороших, современных технологических процедур, которые у них есть, ну и используют они проверенные временно климатические, вернее классические программы санаторно-курортного лечения. Санаторий впервые в Крыму предлагает все виды лечения радоном, поскольку поставили себе радоновую установку, она единственная на территории Крыма пока является, насколько я знаю, и вот просто шикарнейшее местоположение и эксклюзивность парадону позволяют этому санаторию держаться вообще в топе продаж в течение всего года. Да, коллеги, еще по поводу вопросов, задавайте их, пожалуйста, в чате, я постараюсь по мере возможности на них отвечать. Вижу вопрос, IP3 заранее выбрать номера с видом на море. Смотрите, так или иначе, корпуса расположены таким образом, что из практически каждого номера, ну, краешек моря видно. Заранее выбрать его нельзя, поскольку в санатории нет разделения номеров с видом на море или без вида на море. Далее, 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 перенесемся в Балушту и, о, да, санаторий Славутич. Санаторий круглогодичная здравница для семейного отдыха и санаторно-курортного лечения. Они действительно сейчас делают очень много для того, чтобы к ним приезжали на отдых родители с детьми и для лечения. Но с детьми это, конечно, больше относится к летнему периоду. Сейчас мы говорим о межсезонье. На охраняемой территории у них там 6 гектаров, они ее полностью огородили. Современные корпуса полностью прошли реновацию. И еще они отличаются, вот, от здравоохранения, допустим, Алушты, тем, что у них самая большая медицинская база и самый большой штат квалифицированных врачей в Большой Алуште. Несмотря на то, что вот они завершили свою реновацию, то есть у них полностью были отремонтированы все номера, там построен открытый бассейн, столовая улучшена, они продолжают улучшение до сих пор. Переделывают сейчас еще там место в столовой, то есть постоянно-постоянно делают какие-то улучшения. Более того, там у них расширяются планы, они, например, взяли, увеличили свою сейчас территорию за счет приобретения бывшего пансионата Массандра. Он находится там 500-700 метров где-то от основной территории. Корпус Славутич тоже классная, хорошая, закрытая территория. Есть свой бассейн. В период межсезонья будем выставлять эту территорию в продажу. Она будет называться, по-моему, корпус Магнолия Санатория Славутич. Но она будет, к сожалению, недоступна летом. Жалко, но там будет госпрограмма по соцподдержке. Тем не менее, очень рекомендую обратить внимание на данный санаторий. Санаторий. Санаторий, вот эти пять, про которые я сказал, мы их рекомендуем именно для санаторно-курортного лечения. Для тех, для кого основным фактором все-таки является поддержание здоровья. То есть классические санаторно-курортные программы или там свои разработки, с которыми можно познакомиться у нас на сайте. Эти все лечебные программы, конечно же, выставлены. В каждом из этих санаториев у нас есть своя квота места. Кроме того, обратите внимание, что вот в период межсезонья по этим санаториям наша компания проводит акции и цены на них значительно ниже стойки. Так что этим надо обязательно пользоваться. Теперь давайте поговорим о спа-отдыхе. Мы уже все прекрасно понимаем, что такое спа, но это прочно вошло в наш обиход. Это комплекс процедур и программ, который направлен на улучшение здоровья с помощью вводных процедур, гидромассажа. Ну и также это еще означает комплекс процедур, которые помогают расслабиться. Из истории, когда я занимался этой темой, интересно прямо было. Оказывается, спа известна еще со времен Древнего Рима. Они с помощью купания в термальных источниках, там, принятия ванн с термальной водой избавлялись от разных недугов. И именно этот метод получил название спа-здоровье от воды. Хотя я там читал, есть и альтернативное объяснение этому названию, что оно произошло в честь бельгийского курорта спа, славящегося своими целебными источниками. Ну, как бы то ни было, сегодня спа является международным понятием, в которое входит комплекс процедур и программ, направленных на улучшение здоровья, внешнего вида с помощью вводных процедур, гидромассажа, а также комплекс косметических процедур. Сейчас практически в каждом крупном салоне есть там свои отдельные спа-кабинеты, и все это говорит об огромной популярности и востребованности вот этих методик, вот этих процедур. Их великое множество, да, и там направлены отдельно процедуры, спа-процедуры для волос, для лица, для рук, ног, тела. Но еще особенно в отелях, отелях высокого уровня, на курортах, приобретают популярность комплексные спа-программы, которые каждый отель разрабатывает самостоятельно. В нашей подборке, которую мы сегодня предлагаем рассматривать, мы включили те отели, которые предлагают вот такие, как раз такие программы. У всех есть собственные уникальные разработки, они несколько отличаются друг от друга, но что их объединяет вообще, да? Во-первых, это высокая квалификация врачей, которые там работают. Это касается абсолютно всех объектов, которые сейчас будут названы. Во-вторых, у всех новое современное оборудование. В-третьих, это широкая специализация и разнообразие программ. Ну и в-четвертых, собственно, эксклюзивные программы. Изначально мы планировали провести этот вебинар несколько иначе, чтобы там постараться рассказать о программах, которые есть в этих отделях, прямо вот конкретно, да, останавливаться. Но когда стали получать детальную информацию на эту тему, поняли, что это будет, ну, совсем затруднительно. О всех тонкостях вот конкретного спа-комплекса лучше всего, конечно, могут рассказать только именно те специалисты, которые в нем работают, да? Поэтому мы решили, что в ближайшее время постараемся организовать еще несколько вебинаров, куда пригласим специалистов из этих спа-комплексов для того, чтобы они конкретно рассказали о своих программах, о тонкостях и на что это все нацелено. Я думаю, что это будет очень интересно. И чтобы там не затягивать это потом по времени, мы будем, наверное, ставить не больше двух-трех отелей в один вебинар для того, чтобы было, во-первых, удобно это все переваривать, запоминать и не затягивать сильно по времени. Вот. Цель же вот сегодняшнего вебинара, как я уже говорил, это отметить, обратить ваше внимание именно на отели с точки зрения спа-отдыха и оздоровления. И первый отель, про который скажу, это отель Ривьера Санрайз и спа Алушта. Отель расположен в центре Алуштинской набережной. В спа-центре пять бань, сауна открытые, кабинеты массажа, косметологии. В период межсезонья они предлагают различные спа-программы, которые уже входят в стоимость. Кстати говоря, вот буквально вчера прислали новые программы, короткие программы, там 3-4 дня заезда, которые тоже сейчас пользуются огромной популярностью. Это позволяет еще и местным жителям, да, или там, кто недалеко живет, приезжать и пользоваться ими. У них появились отличные инструкторы новые по йоге, по фитнес-направлению. У них проводятся ежедневные программы. Очень рекомендую обратить внимание на этот отель высокого уровня. Отель Пальмира Палас. Отель Пальмира Палас находится уже в Ялте. Ну, вернее, не так скажем. Они находятся в поселке Курпаты. Это 8 километров от центра Ялты. Но все-таки это Ялта. Построен в 2005 году. Отель высокого уровня. Во всем отвечает премиум-классу. На сегодня предлагают вообще там десятки разных туров. Авторские медицинские программы, спак, пакеты, массажный салон, кафе-бары. Все это есть. Инфраструктура комплекса. Там банный комплекс, два крытых бассейна есть. Есть отделение для детей с горками. Один из которых там подогреваемый с морской водой. Работает круглогодично. Я вот так вот коротко буду сейчас проходить по этим отелям. Подробную информацию, конечно же, вы можете найти у нас на сайте. Но чтобы сильно не загружать вас по времени. Бухта мечты. Бухта мечты расположена у нас в бухте Ласпи. Здесь вообще сказочные виды природы. Там редкие растения, покой, тишина. Именно поэтому еще и включили его в нашу подборку. Лучшего отдыха, вот именно уединенного отдыха. Вдали от суеты, шума и всего. Вот очень сложно найти. Вот бухта мечты именно такое. Помимо этого, они недавно, у них спакомплекс претерпел ребрендинг. И там теперь, помимо базовой инфраструктуры, есть полноценные программы, различные полноценные программы. Вот оно. Очень тоже рекомендую обратить внимание на этот отель. Ну, отель Рибера открылся не так давно. В 2016, по-моему, году. Первый отель такой был европейского уровня на западном побережье. Отель уровня 4 звезды в километре от исторического центра и в Патторе. Есть два бассейна с пресной водой, крытый круглогодичный, открытый, с подогреваемый. Огромный. Опять-таки, вот банный комплекс, где русская, финская баня, хамам, разные души. Это есть во всех спакомплексах представленных отелей. Просто они уже, ну, не знаю, являются таким каким-то, само собой, разумеющимся чем-то. То есть, если этого нет, то даже сложно представить, почему это называется спакомплексом. И они также разрабатывают огромное количество программ, своих собственных программ. У них очень квалифицированный персонал медицинский. Работают массажные, косметологические кабинеты, салоны красоты. И, в общем, отель высокого уровня на западном берегу. Плюс на западном берегу, конечно же, нельзя не отметить комплекс, курортный комплекс «Экамамарин». Это отель уровня 5 звезд. Один из самых масштабных курортных комплексов на побережье. В 10 километрах от Севастополя. Находится в парке Победы. Круглогодичный отдых премиум-класса. Включает в себя там пятизвездочный отель с собственным пляжем. Большой аквапарк. Медицинский спа-центр с новейшим оборудованием. И со своими уникальными, оригинальными разработками. Ну да, наверное, опять-таки, у меня такое ощущение, что я практически про все объекты говорю ровно одно и то же. Порт Амары. Отель расположен в Алуште, в курортной зоне города Алуште. И вот, кстати говоря, порт Амары, наверное, на мой взгляд такой, они создали самые комфортные условия для семейного отдыха, для отдыха с детьми практически всех возрастов. У них одна из самых развитых инфраструктур для именно отдыха с детьми. С возможностью оставить ребенка там под ответственность аниматора, где детьми не просто занимаются, да, а занимаются именно их развитие. Центр развития способностей, подростковый клуб, круглогосуточная медицинская поддержка. Ну, понятно, что у них разработаны также свои программы, уникальные методики, программы диагностики, состояние здоровья, лечебные программы. Все это на большой классной парковой территории. И я, честно говоря, пока еще нигде этого не видел, не встречал такой услуги. Они озабочены для мам, да, у них есть программа восстановления после родов, и вот мамы, которые взяли СПА-процедуру, им предоставляется бесплатная няня, чтобы они могли полностью отключиться от всего, расслабиться и посвятить время именно только себе. Правда, я еще пока нигде вот этой фишки не встречал. Так, ну и да, конечно же, конечно же, Ялта Интурист. Ялта Интурист – крупнейший курортный центр Телноморского побережья, расположен в Ялте, в двух километрах от центра, в Массандровском парке. Полную реновацию комплекс прошел в 2013 году, расширил свою территорию за счет открытия чуть выше отеля «Грин парк Ялта Интурист». Это отель вообще полного цикла, город в городе, здесь, наверное, представлены самые широкие возможности для проведения отдыха, оздоровления. Я не знаю, ну тут все практически есть. Сложно даже представить, чего нет на территории отеля «Ялта Интурист». Я поймал себя на мысли, что можно вот в принципе не выходить за территорию комплекса, чтобы куда-то поехать. Но пока все испробуешь на территории этого отеля, да, по-моему, заканчивается отпуск. Олимпийский бассейн с подогреваемой водой, круглогодичный, вода морская, центр грязи омоложения, сахская грязь, центр омоложения лица и тела. Свои также уникальные программы делают его одним из лучших комплексов на территории.